Девушки отдыхают 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 не видели, и что конкретно написано в жалобе, которая поступила в прокуратуру, мы не знаем. Единственное, что мы можем как-то подозревать в плане того, что в течение августа-сентября месяца мы немножко активизировались на этой территории, то есть люди вернулись из отпусков, у нас были какие-то нерешенные задачи, которые мы планировали сделать в этом году, и, соответственно, мы довольно плодотворно провели сентябрь, то есть мы сделали там бетонную дорожку, потом совместно с УДПИ убрали старые деревни, старые заборы, и на этой территории открылся прекрасный сад, то есть там раньше были огороды, соответственно, там довольно разумно подошли к тому по уборке старых деревьев и остались там садовые деревья, сливы, плодоносящие, там остался отличный цветник, который почему-то потом скосили, к сожалению, но мы решили, во-первых, эту территорию благоустроить, посадили там еще дополнительных деревьев, и, соответственно, все наши мероприятия, они... Но они были заметны. Они были заметны, и мы параллельно делаем какие-то события, с помощью которых мы пытаемся увлекать местных жителей. Это активности какие-то. Да, какие-то активности. Мы праздновали день рождения у Светланы Кекиной на этом территории, для этого тоже оборудовали территорию, жарили шашлыки, делали чай, в этот же день был концерт, мы приглашали крупную, ну, такую известную группу, которая собрала на свой концерт порядка ста человек. То есть, возможно, так скажем... То есть, возможно, то, что вы вот так активно себя проявляли? Ну да, люди привыкли, что у них было какое-то некое болото, и там, условно говоря, отдыхали исключительно утки и люди, которые пьют спиртные напитки, а тут мы сделали какие-то активности. И пришли туда с чаем, как вы могли вообще? Да, и, возможно, это, то есть, людям не понравилось. Людям или человеку? Вы с ним пытались контактировать? То есть, он приходил, да, Анатолий Ком? Давайте скажем, что все-таки человеку, потому что мы читаем комментарии под своими постами и под постами других групп, где так иначе относящиеся информационно на данной территории. Ну, может быть, еще там одна девушка. Ну, она там не живет, но она просто тоже, видимо, какая-то сутяжность такая, она поддерживает, что типа надо проверять, все прочее. То есть, абсолютно подавляющееся количество местных жителей. Вас поддерживают? Не то, что нас поддерживают, они за то, чтобы то, что было и то, что стало, разницу видят прямо очевидно. То есть, стало лучше, они об этом говорят? Да, у нас даже был вопрос, да, стало лучше. Стало лучше. Сначительно лучше. Вы с человеком с этим общались? Да. Михаил его зовут? Во-первых, он не первый раз уже пишет жалобу, то то есть, похоже, жалоба была написана, но опять же, не в прокуратуру, а написана в МРСК, в Москву, потому что там проходит высоковольтная линия, насколько там законные наши действия в зоне... Можно ли под ней двигаться вообще? Да, в общем, можно ли у нас по городу ходить в районе, так скажем, высоковольтных линий, которыми наш город полностью весь обтянут. После этого я с ним вышел на связь, я пытался понять, что его не нравится. Он сказал, все хорошо, все замечательно, и я говорю, если будут у вас какие-то претензии, пожелания, мы всегда готовы с вами обсудить, выслушать вашу точку зрения и прийти, ну, выстроить какой-то конструктивный диалог, конструктивного диалога мы не услышали. А какой он был? Ну, никакой. То есть, он приходил вообще? Ну, хотя бы на одну из ваших акций? Нет, нет, он не приходил, единственное, что в соцсетях я с ним списывался, то есть пытался отработать возражения, понять, что его не устраивает, и что он... как он видит развитие этой территории. Ну, я видел только его в сюжете один раз, и он сказал, что там птицы, там собаки. Ужас, ужас. Где птицы и собаки? То есть вы помешали птицам и собакам, или наоборот, они туда пришли? Нет, наоборот, они там якобы появились после этого. После этого появились птицы и собаки, а до этого не было птиц. Ну, там, на самом деле, было и птицы, и гуляли с собаками люди. То есть, не вредящие собаки, наверное, ведь было... Домашние. Да, кто с ними гуляет, и как-то непонятно. В общем, суть претензий не очень понятна. Я вчера, когда с ним разговаривала, я тоже не поняла, в чём суть претензий. То есть он мне пытался объяснять, что активисты, ну, причём мы с ним говорили про два проекта, не только про ваш, но ещё и про Уткин сквер, который на перекрёстке Московской и Ердякова, мы про него тоже рассказывали. Не поняла, про какой именно проект идёт речь. Он говорил мне о том, что вы помешали своими действиями доступу пожарной техники, якобы был какой-то пожарный водоём. И отвечу по существу, МРСК-сети, мы под ними, мы с ними с первого дня работы, плотно работаем, мы там вообще никаких действий не предпринимали. То есть вы их поставили в известность о том, что собираетесь работать? Да, мы с ними активно общались. Нам понятно, что под зоной высоковольтных линий делать ничего нельзя, никаких мест для сидений, чтобы люди там не сдерживались, ничего делать нельзя. Мы это всё бесперекрасивно выполнили. По поводу водоохранной зоны. В водоохранной зоне нельзя строить капитальное строение и что-то там, либо ещё. Всё, что мы сделали на данный момент, был старый мостик, проваленный с дырами, мы его отремонтировали. Была бетонная дорожка, там, ей лет, не знаю, 30-40, она вся убитая была, мы её восстановили. Стояли скамейки, мы их убрали, поставили новые, со спинками, удобные, с нормальной высоте. Всё. То есть никаких строений, никаких других-то других вещей, мы просто привели в целый вид, то, чем, в принципе, должна заниматься администрация города Кирова при содержании территории. Доступ пожарной техники к воде сохранён? Ну, ничего не ограничено, конечно, это просто влажные какие-то у человека. Мы, наоборот, получается, с нашей подачи, терриуправление убрало старые гаражи, которые, по большому счёту, и были тоже какими-то некими капитальными строительствами, строительством, где, ну, по большому счёту, они представляли бомжатники. То есть там была грязь, разруха, там какие-то бутылки валялись. То есть это не чьи-то были гаражи, это были заброшенные уже строения? Это были заброшенные. Притом эти гаражи просто там не могут находиться в этой же зоне. Семь-90 были построены, когда у людей, людям разрешали это делать, потому что государство было слабое и не контролировало. А сейчас мы привели всё в порядок к территории. Суть претензий мы, наоборот, сделали гораздо всё лучше, чем было. То есть вы суть претензий не понимаете и не соглашаетесь? Ну, с другой стороны, мы были готовы к ним. Мы понимали, что рано или поздно... Вот я не была готова, честно говоря. Так либо иначе, любая инициатива, она в какой-то степени натыкается на какое-то сопротивление. Ну, это как бы ладно, бумажки меня больше взмутило. Они последнее, что сделали, с пятницы в субботу ночью приехали на машине, разломали мангальную зону Костровища и вывезли оттуда диванчики. Так, вот сейчас вот они, они, это кто? Непонятно. Непонятные люди. Мы подали заявление в МВД, чтобы они это следовали. У нас там есть видео с камерой, с номерами машины, и пусть те разбираются. Ну, представляем, кто-то сделал. Но пусть это лучше сказать МВД. Пусть это будет официальный ответ. Потому что одно дело бумажки писать, а другое дело это ломать то, что люди сделали. И вот это же даже вот мангальная зона, как мы ее называем, там всегда просто пили. Пили непонятного вида люди, наши синие лица. Почему мы понимаем, а социальные комитеты гражданей? Мы это место прибрали. Мы, где была грязь, рассыпали щебень. Нам Олег Прохоренко и Т-Плюс предоставили с Иваном. Да, с Иваном. С сожалению, забыл имя подразчика, да, помогли. Света нам дала кирпич, мы выложили место, они жгли костер, шеплили все в порядок. И после этого я там был три раза. А люди исчезли, вот эти пьющие оттуда? Тут, вот я и рассказываю, я после этого был три раза, и в этом месте начали тусить семьи. То есть, если раньше были непонятные, как бы что, когда сделали место цивилизованным, начали приходить мама, папа, там двое ребенков, там жарить зефирки, жарить сосисочки, как бы все прочее. То есть, туда стало безопасно приходить с маленькими детьми. Там рядом, как бы, дети уже маленькие ходят больше года, как появились скамейки, появился пирс, да, и появились утки, да, и птицы вот эти. Там уже значительно сменился пользователь, то есть, стало гораздо безопаснее все. Но это для меня стало таким, ну, то есть, просто привели в порядок то место, которое было. Это стало показательным. Теория разбитых окон работает в другую сторону. И пришли люди более положительные, то есть, ну, я немножко прифигел, как это быстро случилось. Я, опять же, общался с местными жителями после вот этого мероприятия, что мы там сделали какую-то некую мангальную зону. Но мы действительно пошли по принципу того, что если ты не можешь победить, надо этот процесс возглавить. И насколько им эта мангальная зона стала доставлять неприятности. Они сказали, что вопросов абсолютно никаких нет. То есть, что там, если кто-то отдыхает, то там всегда тихо и спокойно. А если какой-то возникает шум, это уже совершенно в другой территории. Это как раз вдоль дороги. Молодежь действительно летом очень часто подъезжает. И было несколько историй. В течение года молодежь просто подъезжает на машине к пруду, открывает... Открывает двери, включает на полную музыку. Да, вот это действительно местных жителей, это напрягает. То, что происходит там в зоне, условно говоря, мангальной зоны, никого не напрягает и никакого дополнительного шума не создает. Надо понимать, что молодежь, когда приезжает, на которую жалуются, почему-то жители не звонят в полицию или полиция не приезжает. Но это то место, куда мы с благословительством не пришли. То есть мы благословили другую часть пруда, и к нам туда не заехать. Светлана Кейкина подошла к нам. Свет, добрый день. Здравствуйте. Руководитель проекта «Тридцать сферов». Мы заговорили про разломанный вот это костровище, да, мангал, и про увезённые диваны, и про написанные заявления в органы. Когда вы его написали? Его... Светлана, немножко погромче. У нас этот микрофон тиховат. Я написала его во вторник, вот, то есть проанализирую ситуацию, что по-другому решить вопрос, скорее всего, не получится. И общество у нас пока не готово само найти там людей и заставить вернуть, например, диваны или возместить материальный ущерб, потому что эти диваны были сделаны на собственные деньги, там, своими силами, вот, привезено. И, да, пришлось сделать заявление. Так, и что сказала полиция? Они пока расследуют, то есть они пока собирают все источники. Ну, они принимали, когда у вас заявление, просто вот Константин, по-моему, да, говорил, что номера машины, которые... А, Анатолий, что номера машины, которые вывозила их, они есть. У нас есть комментарий в группе, у которого там человек камера, он говорит, типа, приехала машина в час пятьдесят, два тридцать выехала, ну, то есть, как бы... Погрузила и не ехала. В час пятьдесят ночи, да, в субботу, получается, час пятьдесят ночи, и в два тридцать она уехала. Притом, опять же, перебью, диваны очень тяжелые, их два здоровых мужчины с трудом могут поднять. Они деревянные. А люди есть на этом видео? Сколько их там? Ну, нет, то есть, это комментарий, я думаю, что полиция там сама будет разбираться дальше. То есть вы это все показали, когда подавали заявление? Это все есть? Если будут вопросы, да, мы их предоставим. Но я думаю, они сами разберутся. Они, когда принимали заявление, что-то говорили по поводу перспектив, насколько реально найти? Этих людей, или они никак не комментировали? Никак не комментируются. А в какие сроки они должны это сделать? По идее, любое заявление там в течение месяца. Ну, вот если на, там, через сайт УМВД, то это там в течение месяца. Насколько на это дело уйдет времени? Я не думаю, что так много. Я могу рассказать про другой опыт, тоже подача заявления. Мы каждый год в Дворце Пенера ставим елку, и у нас первые года своровали гирлянды с нее. И я подавал заявление первый раз, и приехала полиция, ну, а ехал очень долго. Они меня очень долго уговорили, типа, дождитесь, да, дождусь. Дождался я их, ну, наверное, часа полтора. Приехали мы там с ними, сколько-то пообщались. Потом приехали в отделение, и политические два часа меня уговаривали не писать заявление. Типа, объясните, там, все что угодно, там, ну, короче, в итоге заявление приняли. Через полтора года, конечно, дело закрыли и не нашли виновных. Но, тем не менее, как бы это очень тяжело было подать. То есть они физически препятствуют... То есть они отговаривали от того, ну, никому вестяк не нужен. Ну, опять же, если брать эту историю, то елки мы продолжаем ставить до сих пор. И с первого года там ее сломали, там, на 2 января, потом 6 января. То сейчас они стоят до самого конца, и, наоборот, еще какой-то год у нас по финансам что-то было не очень. И я поставил елку, написал объявление, что, типа, ну, на елку денег хватило. А на игрушки нет. Вот, вечером пришел, вся елка в игрушках. Пришли... Жители местные. То есть это работает, надо с ними работать, но такие Михаилы, к сожалению, которые есть, они потом, они, я думаю, что все равно образуются, и просто подаст сын, когда видишь, что количество большинство плачев. Потому что даже после вот этих всех событий, я думаю, что с соседями у него был не один разговор, потому что все соседи очень за, и там даже порывались развести объявления внутри подъезда, что, типа, вот это он. Кто этот человек, который... Все данные про него есть, потому что когда в репортаже показывал, у него там имя, фамилия. Телефоны, адрес прописки, все прочее. То есть он все предъявил? Да. А потом говорит, что это мои персональные данные. Не смейте их озвучивать. Хорошо, мы законопослушные. Все знают своих героев. Главное, что знают местные жители. Я, конечно, очень рада слышать от того, что люди, которые делают на собственные силы и на собственные деньги какие-то полезные для других вещи, заранее готовы к тому, что будут вот такие вот... Жалобщики. Жалобщики, палки в колеса, какие-то недовольные там, и несмотря на это, все равно вы продолжаете это делать. Когда мы начинали, заходили на территорию, мы делали все по-правильному. То есть мы делали большой опрос в сети интернет, в котором приняло участие порядка 600 человек. Мы делали, применяли технологии соучаствующей в проектировании. То есть мы конкретно там искали, прямо на улице там хватали людей, каких-то искали активистов там местных, которые там готовы нам высказаться, поговорить с нами. Мы делали двухдневный, в этот момент как раз был первый урбан-форум, мы делали двухдневный мастер-класс, на котором на первом дне было порядка там 100 человек, на втором порядка 50 человек, где как раз мы пытались проговорить будущее этой территории. То есть и как раз вот сейчас эта технология, которую мы применили в городе Кирове там два года назад, она как раз сейчас, допустим, используется для обустройства парка имени Гагарина. То есть это как раз сейчас... Да, вот опрос вчера буквально разместили. Примерно та же самая технология, которую мы применяли два года назад. Да, и это эффект урбан-форума, который ГАЭС, ничего последнего не было, но... Ну вот, нет, подождите, вот то есть на этапе уже там анкетирования, работы с людьми, поняли, что есть какие-то там люди, которые против? Нет, у нас была, во-первых, изначально цель вовлечь максимальное количество местных жителей, понять их ожидания, понять... Ну и некую лояльность уже, да, сформировать? Да, понять их страхи и сформировать какую-то некую лояльность. Да, один из принципов этого существования, проектирования, чтобы люди высказались, то есть чем ты раньше вовлечешь на... тем меньше у них потом будет сопротивление. Недовольство, что их не спросили. Они будут понимать, что даже если не согласны с чем-то конкретным там в этой территории, да, с изменениями, но тот принцип, что они с самого начала были в курсе, и вроде как большинство за, и они становятся сторонниками всего этого. Ну то есть такое манипулирование и... Ну правда, я его на себе вчера испытала, когда вышла эта новость про опрос по поводу парка Гагарина, я там бываю, я знаю людей, которые там очень любят отдыхать, которым это место дорого, и в том виде, в котором оно сейчас находится, я отправила этот опрос, и я чувствую себя кем-то соучаствующим, что мое мнение важно. И другое, читая там вопросы про вещи, которые мне, например, не очень нравятся, чтобы весь парк заполнить кучей разных площадок, и чтобы там негде было ходить, или как-то вот у нас театральную площадь на зиму застраивают городком, и все, у тебя площади нет. У тебя театральную площадь застраивают городком, и у тебя прохода на остановку нет, если идти из нашего офиса. Но здесь я уже заранее вижу и запросы. Так, значит, что-то там будет, ну ладно, но зато я вам тоже что-нибудь напишу от себя, может быть, вы меня услышите. Ну там еще дальше в процессе, конечно, да, всякие этапы, то есть... Можно дальше прийти. Потом же после всех этих опросов там еще появляется, почему это было так, а не так. И ты, когда ты все читаешь, ты понимаешь, что да, услышно, действительно, возможно, я не права. Возможно, кому-то там будет... Вот, допустим, у нас там и меньшинство, а вот этих пользователей будет большинство. И поэтому давайте-ка, мы им уступим. А у нас демократия. Да. Да, действительно, по этому же проекту... Через диалог. Солнечная Людченко. У нас, во-первых, очень активная группа, где уже больше тысячи подписчиков, больше тысячи подписчиков, и мы всегда готовы к диалогу. И когда возникает какая-то тема, даже в ленте группы Солнечной Людченко, можете обратить внимание, там есть диалог, каждый высказывает, если это конструктивная точка зрения, всегда можно обсудить. И если вам неудобно общаться в интернете, мы как раз в течение сентября месяца сделали три мероприятия на пруду, как раз чтобы вовлечь местных жителей пообщаться. И извещение об этих мероприятиях было. То есть, если вас что-то не устраивает, вы подойдите, вы поговорите, выскажите свою точку зрения. Мы всегда ее выслушаем. Возможно, мы либо приведем какие-то свои доводы, аргументы, возможно, мы согласимся с вашей точкой зрения. Вот, Света, расскажи, какие мы мероприятия проводили. Я, наверное, начну с того, что сейчас самое интересное, что соучастие переходит на новый уровень, и помимо высказываний мы даем шуруповерты. Понятно. Мы даем лопаты, совочки, мы играем...